Доброго дня всем подписчикам канала Агробук. Новый календарный год начался с морозов, подсчета денег у производителей минеральных удобрений и угрозы Минцельхоза не додать господдержку тем регионам, где чиновники оказались нерасторопными. Эти и другие новости сегодня в нашем обзоре. В первой декаде января многие регионы России столкнулись с аномальными морозами. В Центральном федеральном округе температура опускалась до минус 35 градусов. Еще хуже была ситуация в Поволжье и на Урале. В Уфе погода побила полувековой рекорд, когда столбик термометра снизился до 39 градусов мороза. В Якутии было минус 60, а на севере Красноярского края мороз окреп до минус 73 градусов. В южных регионах в России понижение температуры, конечно, было не столь значительным и может быть даже не аномальным, но, к сожалению, 20-градусный мороз опускался на озимые поля, которые практически не имели снежного покрова. Впрочем, и там, где снежный покров был, в других регионах России аграрии не очень-то рады. Чередование морозов и оттепелей может привести к образованию ледяной корки и выприванию посевов. Чем обернутся погодные аномалии для зернового клина пока не ясно. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заметил, что однозначные выводы делать пока рано, но не исключено, что часть будущего урожая мы уже потеряли. По крайней мере, урожай следующего года наверняка будет ниже прошлогоднего. Эксперт предупредил, что в случае гибели озимых, пересеяв яровыми культурами, будет проводиться по упрощенной технологической схеме. Ну, говоря проще, сельхозпроизводители будут просто вынуждены экономить на всем. А это также неминуемо скажется на урожайности. Росгидромедцентр прогнозирует, что и февраль в России будет морозным. Правда, январских минимумов температура уже не повторит. В равнинной части Краснодарского края, например, ночные морозы не превысят минус 10 градусов. Если вы уже анализировали растения на своих полях, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как чувствуют себя зимы. И, конечно, укажите регион. Наших подписчиков на юге мы приглашаем на зимнюю зерновую конференцию, которая состоится 2 февраля. Мы ежегодно устраивали круглый стол с экспертами, учеными и агрономами, чтобы обсудить итоги зимы и первые весенние полевые работы. Конечно, дать какие-то полезные рекомендации. В этом году мы решили мероприятие расширить и провести полноценную конференцию, где можно обстоятельно обо всем поговорить. Подробности в ссылке под видео. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Какой бы урон ни нанесла погода зимому клину, без пшеницы Россия точно не останется. Согласно уточненным данным Росстата, урожай зерна в 2022 году в чистом весе составил 153,8 миллиона тонн зерна, в том числе 104,4 миллиона тонн пшеницы. Все излишки трейдеры стараются как можно быстрее вывести за рубеж и добились в этом определенных успехов. Например, в декабре, по оценке Росагротранса, экспорт составил 4 миллиона 540 тысяч тонн пшеницы. Это больше, чем ожидали аналитики. В январе также отгрузки идут высокими темпами. Если позволит погода, экспорт должен достичь 3 миллионов 260 тысяч тонн. Но запасы зерна в России все равно останутся очень высокими. Совокон оценивает их более чем в 16 миллионов тонн и кар в 17 миллионов тонн. В Совоконе отметили, что начало 2023 года может быть удачным окном для продажи части зерна по привлекательным ценам. В целом мы рекомендуем фермерам при любых скачках цен продавать часть запасов, отметил Андрей Сизов. Однако пока скачков цен на пшеницу особо не наблюдается. Особенно тяжелое положение попали фермеры Крыма, где в прошлом году собрали 2 миллиона тонн зерна. Цена обвалилась настолько, что уже не перекрывает себестоимость для некоторых хозяйств. Вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев даже вынужден был обратиться к премьер-министру России с просьбой помочь вывезти зерно и масличные из Крыма в другие регионы, в частности, в Новороссийск, чтобы можно было переработать либо продать на экспорт этот урожай. В обращении отмечалось, что после взрыва на Крымском мосту Керченскую переправу начали использовать для доставки жизненно необходимых и скоропортящихся грузов. Сухопутный же коридор, по словам местных фермеров, предполагает очень большое транспортное плечо, которое обойдется примерно в 5 рублей на килограмм пшеницы. Источник газеты «Коммерсант» заметил, что с начала боевых действий любое замеченное в Крыму судно подозревают в вывозе зерна сомнительного происхождения. Глобальные трейдеры не хотят рассматривать местные порты, а в самой республике мало потенциальных покупателей зерна. В общем, переизбыток налицо. В Минтрансе эту проблему, можно сказать, отрицают. В ответ на обращение Союза промышленников и предпринимателей, ведомство ответило, что ограничений для грузовых автотранспортных средств через паромную переправу республики в Краснодарский край нет, а ожидание перед погрузкой на паром составляет около суток, если, конечно, не мешают погодные условия. Кроме того, Минтранс предложил вывозить зерно железнодорожным транспортом. Крымчане говорят, что к рекордному урожаю самого полуострова добавилось зерно с материка, которое закупалось значительно дешевле и, соответственно, обвалило цены в Крыму. Сегодня в Крыму за тонну пшеницы с протеином свыше 12,5% предлагают 9700 рублей за партию от 100 тонн. За фураж платят не больше 8 рублей за килограмм. В Порту Новороссийской, конечно, цены повыше. По данным Московской биржи, продовольственную пшеницу можно продать по 15 тысяч рублей без НДС. Экспортная цена на российскую пшеницу остается на уровне 303-308 долларов за тонну ФОБ. Этому подтверждение недавний тендер египетской ГАСК, где победила компания Астон, предложившая цену 337 долларов за тонну на базисе СНДФ, что эквивалентно 303,5 долларам за тонну на базисе ФОБ Новороссийск. Румыния и Францию свое зерно предлагали дороже по 350 долларов за тонну. Стоимость доллара превысила 68 рублей, но вместе с валютой поднялись и экспортные пошлины. Теперь за тонну пшеницы в казну необходимо отдать 4700 рублей, за тонну ичменя почти 4000 рублей, ну а за кукурузу без малого 1200 рублей за тонну. Это ставка пошлины. Так что, к сожалению, пока мы не видим каких-то перспектив для внезапного скачка цен. В СМИ появилась информация, что Минсельхоз России может повысить пошлины на экспорт РАПСа с 1 марта. В настоящее время экспорт масла семян РАПСа запрещен. Исключение составляет лишь пункт пропуска за Байкальск, по ставке через который облагаются базовой ставкой в 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну. Такой порядок будет действовать до 28 февраля включительно. А вот дальше, по данным источников СМИ, Минсельхоз может разрешить экспорт и поднять ставку до 30%, то есть практически до уровня, который действовал с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года. Вывоз РАПСа, вероятно, все-таки разрешат. По предварительным данным Росстата, в прошлом году аграрии собрали 1,618,000 тонн азимового РАПСа и почти 3,5 млн тонн ярового РАПСа. Общий сбор превысил 4,5 млн тонн против 2,790,000 тонн в прошлом году. При этом перерабатывающие мощности РФ рассчитаны только на 3 млн тонн РАПСа в год. Так что переизбыток очевиден. В начале января журнал «Форбс» всколыхнул общественность списком самых разбогатевших в 2022 году миллиардеров России. Список возглавили бизнесмены, связанные с производством минеральных удобрений. Владелец долей в Акроне Вячеслав Кантор и владелец долей Фосагра Андрей Гурьев. Кроме того, в список попал бывший член Совета директоров Еврохима Андрей Мельниченко. Он на четвертой строчке. Во многих случаях миллиардеры увеличивали свое сообстояние в 2022 году благодаря укреплению курса рубля. Но в то же время мировой рост цен на удобрения повысил котировки акции и Акрона, и Фосагра, что и привело к переоценке состояния этих людей. Газета Financial Times в свою очередь отметила, что доходы российских экспортеров удобрений, речь идет обо всех компаниях, выросли на 70% за 10 месяцев прошлого года. Так повлияло на выручку подорожания удобрений. Здесь можно привести такой пример, интересный, от компании Фосагра. Это, кстати, одна из немногих компаний, которая еще раскрывает информацию о своей деятельности. За 9 месяцев прошлого года Фосагра увеличила продажи удобрений в физическом весе на 6,8%. А вот скорректированная чистая прибыль компании выросла на все 75%. Впрочем, деньги дались химической промышленности нелегко. По крайней мере, так говорит Российская ассоциация производителей удобрений. Дело в том, что поставки калийных удобрений в Европу упали на 63% до 0,7 млн тонн. Поставки фосфорных удобрений сократились в полтора раза до 2 млн тонн. Причем, половина из этого объема была поставлена еще до введения санкций. И химическому бизнесу пришлось срочно менять направление. Уходить из портов Прибалтики и ориентироваться на страны Азии и Ближнего Востока. Поставки в Индию, например, выросли в 3 раза до 3,6 млн тонн. Выросли отгрузки в Турцию и существенно увеличилась доля российских удобрений на рынке африканских стран. Кроме того, повлияли на общую статистику и российские аграрии. По данным Минсельхоза, в прошлом году они приобрели 5,4 млн тонн удобрений в действующем веществе. Тем самым, поставили практически исторический рекорд по закупкам минеральных удобрений. Минсельхоз России решил повысить ответственность регионов за своевременное доведение средств господдержки до аграриев. Причем, сделать он решил это очень интересным способом. Минсельхоз предлагает на 10% уменьшать лимиты субсидий из госбюджета тем субъектам РФ, где региональные власти в течение первого квартала финансового года довели до получателей менее 40% от общего объема субсидий. Причем для Адыгей, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей требование будет еще более строгим. Им предстоит за первый квартал финансового года распределить не менее 50% субсидий. Дальневосточному федеральному округу сделали поблажку, там порог 20%. Введение указанных мер позволит повысить уровень финансовой дисциплины субъектов Российской Федерации, говорится в проекте постановления Минсельхоза России. Как следует из документов Минсельхоза, в прошлом году некоторые регионы все-таки не успели освоить все бюджетные средства. К середине декабря средства были освоены только на 90%, и вот за оставшиеся две недели пытались, но не смогли. Хочется надеяться, что если это нововведение Минсельхоза будет принято, то оно действительно укрепит финансовую дисциплину, а не просто снизит лимиты для регионов. И хорошая новость напоследок. Ученые Федерального исследовательского центра животноводства получили теленка от клонированной ранее коровы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Московской области. В 2020 году ученые центра впервые успешно клонировали корову. А 30 декабря прошлого года она принесла здорового теленка весом в 40 килограммов. Сейчас ветеринарные специалисты ведут ежедневный контроль за коровой и новорожденным теленком. Развитие технологий геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого теленка от клонированной коровы – это большое достижение подмосковных ученых, отмечают в Минсельхозпроде Московской области. Геномные технологии действительно уже привели к прорыву в животноводстве, стало обыденным искусственное осеменение коров, получение высокопродуктивного скота. Ну а мы напомним всем, кто занимается животноводством, что в Москве пройдет интересная выставка «Агрос-2023». С 25 по 27 января вы сможете повысить свои знания в области племенного дела, ветеринарии, кормопроизводства вместе с передовыми компаниями России и зарубежья. Присоединяйтесь к нам. Ну и конечно не забывайте про мероприятия, которые проводим непосредственно мы – agrobook.ru. Ссылку на них вы найдете под видео. Спасибо, что вы с нами. Всем хорошего настроения и до следующей недели.